Всем привет, меня зовут Ушел и сегодня мы будем делать паракорд, как на последних мышках FinalMouse. Паракорд это парашютный корд, который достаточно крепкий, легкий и гибкий. Внутри внешней оболочки есть несколько нитей, которые придают дополнительную силу этому корду. Итак, для мышки нам нужен паракорд 550 с семью нитями внутри. Диаметр 3 или 4 мм, но желательно, чтобы все-таки ближе к 4 мм. Такой паракорд нужно купить от 10 рублей за метр и в большом количестве разных цветов. Но перед тем, как мы сделаем паракорд, нам нужен кабель-донор. И в качестве донора мы будем использовать штатный кабель на Logitech G403. Итак, для начала нам нужно вскрыть мышь, а для этого нагреваем ножки феном, чтобы они проще отклеивались от корпуса. И откручиваем 4 винта, которые держат корпус. G403, чтобы получить доступ к кабелю, нужно еще снять механизм, держащий колесо прокрутки. Это не трудно, нужно лишь открутить несколько винтов. Затем вынимаем кабель из корпуса и отсоединяем кабель от платы. Далее делаем надрез на защите от перегиба и снимаем ее. Она нам еще пригодится, так что ее не выкидываем. Далее нас ожидает трудоемкий процесс снятия оплетки. Если у вас кабель без оплетки, то процесс пройдет гораздо быстрее. Итак, медленно острым лезвием режем оплетку и снимаем ее. В конце у вас получится вот такая куча оплетки и кабель в резиновой оболочке. Оболочку тоже снимаем. Этот процесс гораздо проще, нужно лишь ее надрезать и стянуть ее с кабеля. Далее нужно удалить ненужный для наших целей экран и нейлоновую нить. Этот этап тоже такой же муторный, как и снятие оплетки. Тем не менее, аккуратно срезаем экран и убираем нейлоновую нить. В итоге у нас должен получиться кабель, состоящий из 4 проводов с USB штекером на одном конце и штекером для мышки на другом. Маленькой отверткой поддеваем язычки у штекера и вынимаем провода из коннектора. Тут важно запомнить, что в какой последовательности идет, так как неверная установка проводов может убить мышь. Может конечно и не убить, но работать она точно не будет. Далее берем наш паракорд и вынимаем 6 струн, вставляя одну единственную, с помощью которой мы будем протягивать наши провода в паракорд. 4 коннектора можно оботать изолентой, чтобы они легче шли сквозь корд. Оставшуюся струну нужно привязать к проводам и протянуть провода сквозь корд. Конец к USB мы зафиксируем с помощью термоусадочной трубки. Для нагрева удобно использовать свечку, так как обе руки свободные и не могут надежно держать провод. Повторяем процесс и на другом конце. Затем одеваем обратно штекер на проводки в нужной для нас последовательности. Пятого проводка не будет, так как мы удалили экран. Прокладываем шнур по корпусу и надеваем на него защиту от перегиба и вставляем все в штатное место. Собираем все обратно и пользуемся мышкой с куда более гибким и легким кабелем. Итак, если видео вам показалось полезным, ставьте лайки, делитесь им в соцсетях и подписывайтесь на канал. С вами в очередной раз был Ятушел. Всем пока и до новых встреч!